У каждого журналиста есть пресс-карта. Но сегодня не только у журналистов есть пресс-карты. Очень многие люди покупают или искусственно изготавливают себе корочки, чтобы иметь преимущества. Такие преимущества это получение оружия с резиновыми пулями, журналисты имеют на него право. Это получение бесплатной визы в Европейский Союз, в Шенгенскую зону для написания каких-то работ. То есть некоторые люди выдают себя за журналистов для того, чтобы экономить 35 евро на визе. И есть ряд других преимуществ, проход на мероприятия, в музеи, на какие-то акции протеста, может быть, куда их так бы не пустили. Массово корочки изготавливаются на выборы. Участники выборов, это партии, организации, общественные организации, которые хотят наблюдать за выборами, печатают журналистские удостоверения и раздают их, в общем-то, случайным людям. То есть эти люди обучены наблюдать за выборами, но эти люди не обучены журналистской профессии. Они не знают ни этического кодекса журналиста, они не подписывались под ним. Они очень часто не писали в своей жизни ни одного материала или не снимали ни одного сюжета. То есть не журналисты получают журналистские корочки. Последний такой пример в Севастополе 7 июля на 224-м избирательном округе, где проходили до выборы в Верховную Раду. Там на участках работало очень много общественных организаций, которые выдавали журналистские удостоверения. Достоверно известно, что организации опоры, комитеты избирателей Украины давали своим наблюдателям журналистские корочки. Хотя закон о выборах народных депутатов позволяет наблюдателям регистрироваться официально за 10 дней до выборов и быть на избирательных участках. Почему-то общественные организации не пошли по пути, который прописан в законе, по пути аккредитации в Центральной избирательной комиссии, а просто изготовили журналистские удостоверения и попали таким образом на избирательные участки. И это бесконтрольное использование журналистских пресс-карт. Оно ставит вопросы не только перед общественными организациями, как им правильно поступать, как им правильно себя вести, как более корректно регистрироваться на избирательных участках, но и перед журналистским сообществом. Получается, что журналисты не контролируют выдачу журналистских удостоверений. Журналисты допускают такую ситуацию, когда журналистская корочка есть у каждого, кто этого пожелает. И очень часто этот журналист, спортивный журналист или партийный журналист, это очень часто псевдожурналисты. Фактически это такая же ситуация, как если бы в стране деньги печатал не национальный банк, а деньги печатал каждый, кто хочет. И можете себе представить, какой бы была стоимость этих денег, если каждый может нарисовать себе 100 рублей и пойти в магазин и отвариться. То есть сегодня журналистские пресс-карты это такие удостоверения, которые с каждым днем теряют свою ценность, потому что их печатают во многих местах. Не только в разных редакциях, но даже зачастую без всяких редакций рисуется на компьютере макет пресс-карты, ставится печать какого-то ООО, которая не имеет вообще никакого отношения к прессе. Иногда даже не ставится печать, а печать подделывается в компьютере. И вот люди с такими как бы корочками журналистскими пытаются воспользоваться всеми возможными льготами. Вплоть до того, что эти корочки продаются через интернет, если вы забьете в интернете купить журналистское удостоверение, то я думаю, что высветится несколько таких предложений. То есть эти корочки стали такой валютой, которая бесконтрольно раздается направо и налево. У независимого медиапрофсоюза есть в общем-то рецепт решения, рецепт выхода ситуации. Мы предлагаем ввести единый образец пресс-карт, который будет выдаваться только людям, которые действительно являются журналистами. Единые по образцу, по дизайну пресс-карты и будут единые к ним требования. То есть их получить сможет человек только тот, который действительно является журналистом, который подписался под этическим соглашением. И выдавать такие карты будут организации, профессиональные организации. Медиапрофсоюз, Национальный союз журналистов, возможно какие-то еще организации захотят присоединиться к этому соглашению. Главное условие не раздавать эти карты случайным людям. Сейчас при приеме в профсоюз мы просим людей предоставить образцы своих работ и подписаться под этическим соглашением и под уставом профсоюза. И вот такое решение, когда контроль над выдачей журналистских пресс-карт осуществляют профессиональные организации, оно может помочь нам бороться с этими псевдо-журналистами, спортивными журналистами, людьми, которые получают корочки для того, чтобы получить оружие, или людьми, которые обманывают посольства для того, чтобы не платить визовый сбор, чтобы не злоупотреблять. Субтитры создавал DimaTorzok